Ахашвирош, который захватил власть в этой империи, он, значит, собрал на 180 дней пир и начал всех поить. Значит, всех поил, чтобы все были пьяные, и он собрал всех самых таких вот важных, известных людей того времени и за ними наблюдал, значит, что они будут делать. Проверяется чек, написано в Талмуде, тремя кос, кис. Кис это карман. Как он тратит деньги? Как он относится к деньгам? То есть, кто-то их раздаривает, кто-то зажимает, кто-то жадный, кто-то нежадный. Кисо. Вэ-касо. Кас. Гнев. Кас это гнев. И гневом. То есть, когда человек в гневе, он выходит и его внутренняя суть. Значит, и он всех этих собрал, но он смотрел на пьяных. Ему достаточно было одного проверить их состояние. И еще, вот у людей, которые захватывают власть, их суть, как бы, зачем они захватывают власть? Они хотят возвеличиться. И они, поэтому, ну, они начинают демонстрировать предметы своей важности. Вертолеты. Вертолеты, ну и так далее. Да, да. Игрицы, игры, успехи. Здесь он приказал Ахашвирошу достать сосуды из Иерусалимского храма, который на выходнице разрушил храм и забрал одежду первого священника, сосуды из храма. Он начал, ну, вот, хвастаться потом. Он говорит, значит, ну, что вам еще показать? Ну, все он показал, все, значит, выставьте, все. Говорит, у меня жена самая красивая женщина вообще в королевстве. Они говорят, ну, а, они начали говорить, какие женщины самые красивые там. Каждая из народов говорит, наши самые красивые. Он говорит, у меня в Ашке красивее всех, значит, приведите ее, чтобы пришла она голая в одной короне. А он тоже бухал. Ну, то есть, он такой был, как Ельцин. И он, значит, в этот момент он сильно напился и говорит, пусть придет голая в одной короне. Ну, все там вообще, что делать не знают. А она в это время делала пир для женщин. В это время она в отдельном дворце делала пир для жен вот этих вот всех приезжих из автономных республик. И вот, значит, в это время приходят к ней посланцы и говорят, приказал Ахашвирошу, чтобы ты пришла голая в короне. Она тоже была выпившая. И она говорит, кто вот этот вот конюх вообще. Он конюхом работал у моего отца, а сейчас у меня вот так вот. А он для того, чтобы свою власть закрепить, он на ней женился специально, чтобы породниться царским родом. И она выпившая ему говорит, ну, типа, передайте ему, пошел нафиг. Значит, передали ему. И он в этот момент попадает в сложное положение. То есть он попадает в сложное положение и начинает советоваться. Говорит Талмуд, что он пошел советоваться вначале к еврейским мудрецам. То есть еврейские мудрецы были очень, ну, они знали, они мудрецы были настоящие. И они к нему пришли. И он к ним пришел и говорит, так и так, вот такая ситуация, что делать? Они говорят, мы не знаем. Это очень правильный ответ в этой ситуации был, потому что они здраво рассудили. Он, в принципе, он ее любил. И если сейчас они ему скажут ее убить, ну, как положено, там, царская власть и так далее, он потом затаскует, скажет, что вы мне посоветовали. Если они скажут ее простить, а тогда остальные все скажут, что же вы ему насоветовали, это там чуть ли не царская измена. И они говорят, мы не знаем. В этой ситуации мы не знаем. Это как есть известная история, когда волк, значит, с утра с бодуна, у него плохое настроение, и он хватает зайца, говорит, а ну, говорит, зайчик, есть у меня перегар? Заяц такой, да не, никакого перегара. Он говорит, вот ты врешь, значит, вообще врун ты, зайца, тебе верить нельзя. И убил его. Значит, ловит там этого хорька, говорит, есть перегар? Ну, хорек смело говорит, есть. Ну, ах ты наглец такой вообще, такая рожа наглая. Тоже ему голову оторвал. Ловит ли суд на нее, говорит, есть перегар? И все такая, две недели насморк. Две недели, говорит, запахом не различаю, не понимаю, не знаю, говорит, есть, нету, не понимаю. В общем, мудрецы ему сказали, мы не знаем, у нас вдруг отшибают самосознание, это не понимаем. Значит, тут, а он тоже не может решить Ахашвирош. И тут выскативает как раз Аман, он был тогда один из таких вот, ну, при дворе, но не был слишком такой вот на хорошем поскольку. И он говорит, да, да. Он говорит, все, значит, ты царь, должен править, значит, должен править царскую власть, все, значит, беру на себя ответственность убить. Ахашвирош, значит, он говорит, ну, хорошо, значит, убиваем. А дальше что? А он был такой вот, именно как Ельцин Ахашвирош. То есть он власть умел захватить? Ельцин, кстати, он как-то, ну, я читал его охранника, этого... Коржаков. Коржаков, да. Ну, воспоминания о Ельцине. И он говорит, что Ельцин, он такой был мстительный, как-то говорит, там, кто-то один человек, что-то там ему не так сказал, ну, тоже во время пьянки. И он отвернулся, Ельцин взял стул, разбежался его стулом по, ну, по голове прямо. Он был реально такой, ну, очень самолюбивый. Ну, то есть только такие люди приходят в власть. К власти рвутся именно те, кто любят власть. И, значит, Ахашвирош ему говорит, Аману этому, ну, дальше что? Он говорит, дальше конкурс красоты. Сейчас мы вам найдем лучшие вашки. Ну, то есть царь видит, у него хорошее решение. То есть он тут посоветовал, там посоветовал. И он этого Амана возвысил. И Аман стал премьер-министром. И Мордехай, это сейчас я к тому, что как надо себя вести, как правильно себя вести. Вот я тоже это уже рассказывал. Это сейчас предисловие рассказал. Мордехай, он был один из еврейских руководителей народа. Тоже был при дворе, занимал хороший пост, такой советник. И он, значит, Амана возвысилит. Все перед Аманом кланяются. Все перед Аманом падают там на колени. Ну, царь его возвысил, Ахашвирош самый такой вот пик. И тут Мордехай начинает, ему не кланяться. То есть причем именно тот мимо проходит. Все встают, падают ниц. Там было тогда при дворах, представляете, вот эти персидские там дворы. Все падают ниц, там все. И сидит Мордехай такой вот. И все, специально. Ему говорят, может там отойдешь. Он говорит, нет. Именно специально сяду в первый ряд и буду сидеть. И не буду ему перед ним вставать. И он его все время вот этим вот образом. Чмырил. Да. И задают вопрос. После этого Аман разозлился, пришел к царю, сказал, что есть такой народ. Очень много сделал. Как бы все доносы, которые есть на евреям во всех поколениях, все это было в доносе Амана. То есть он конкретно, вот все в чем обвиняют евреев, все было в этом доносе. Да. Там было полностью письмо, в чем на протяжении потом всей истории обвиняли евреев. То есть Мордехай сам лес нарожен? Да, да. Сам лес нарожен. Он просто конкретно. И после этого Аман, когда пришел к царю, и сделал поклепный вредский народ. И говорит, что если ты боишься, что там ты потеряешь деньги, все, то я готов выплатить. А он же обычно премьер-министр. Зачем люди становятся премьер-министрами? Понятно? Денежные потоки. Контролирует денежные потоки. И у него было, он говорит, я дам там 10 тысяч мер серебра за то, чтобы их уничтожить. В казну, то есть то, что ты это самое потеряешь, я возмещаю. На что Ахашвирош сказал, да, делай, что хочешь, мне все равно. То есть я как бы... То есть царь, он в руках Бога, и это было на самом деле, это была внешняя оболочка истории. А внутренняя оболочка истории, это было то, что за 70 лет до этого, то, что я рассказывал, евреи поклонились идолу на выходные цара. Да, евреи поклонились идолу на выходные цара, когда из... А еще глубже, если копнуть, что во времена первого храма, когда надо было, были открыты чудеса, надо было служить Богу, были пророки. В это самое время евреи занимались идолопоклонством, разврат и кровопролитие. Даже коины, которые работали в храме, убивали друг друга. Прямо конкретно было три вот этих вот основных греха, за которые разрушен был первый храм. И это была как бы глубинная суть истории. То есть Бог с еврейским народом, он все время занимается по линии воспитательной, да. Что у вас есть клятва, которая была произнесена на горе Синаи, вы должны... Народ священников. Все, вы больше ничем не должны заниматься, у вас больше нет никакой другой в этом мире функции, обязанности. Если вы с этой роли слазите, то тогда у вас будут неприятности по-любому. Это было обещано Богом в Торе, прямым текстом. Целые главы посвящены тому, что будет, если вы отойдете от Торы. Прямо вот любой, кто хочет задать вопрос, почему Шоа, почему 2000 лет изгнания, почему разрушение храма, прямо открывают Тору. И есть имбаху, кай-телеху, если вы по моим путям пойдете, значит будет хорошо, если вы пойдете против, будет плохо. Идет перечисление, что плохо, почему плохо, зачем плохо и так далее. И вся история, вся история, она движется по вот этой колее воспитания еврейского народа, чтобы все евреи начали служить Богу, соблюдать заповеди, то есть выполняли свою роль священников. И если бы всю свою там интеллектуальную мощь, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, то есть и все вот эти вот подобные личности посвятили бы на то, чтобы привлекать человечество к служению Богу, то тогда, естественно, был бы совершенно другой ход истории. Если бы Эйнштейн тратил свою интеллектуальную энергию, свои творческие возможности на то, чтобы придумать, каким образом мир сделать более нравственным, мир бы стал более нравственным. То есть он был умнейший человек того времени, но он тратил свою интеллектуальную энергию для того, чтобы понять, как там расщеплять атом. А ему надо было тратить свою интеллектуальную энергию на то, чтобы понять, как вернуть мир к Богу, как сделать его нравственным, как уничтожить зло, как сделать так, чтобы люди не воевали друг с другом. И я думаю, что если бы он на эту тему начал бы серьезно думать, то он бы додумался до чего-то хорошего. Как и многие другие, которые в то время сидели в Сенатах, в Конгрессах. Дизраэль, премьер-министр Англии Дизраэль, о чем он думал? Он не думал о том, как мир вернуть к Богу, он думал о чем-то другом. Хорошо, а о чем надо думать? Вот как раз написано в этой книге «Путь Бога». «Путь Бога» написано в этой книге, значит, и мы сейчас «Путь Творца». И мы пришли к тому, что надо идти по пути Творца, по пути Бога. И мы сейчас изучали пути служения Крият Шмама. В тот раз остановились. Я не думал, что это просто замысел Господин. Какой? Ну, он должен был, каждый должен следовать своему, не знаю, как раз, своему жизненной линии. У Эйнштейна была жизненная линия найти атомную энергию. Он это сделал? Нет, да. Нет, секундочку, секундочку. Он сделал это, вполне возможно, что это тот самый Содом и Гаморрой. Он руками Эйнштейна уничтожил. Откуда мы знаем? Подождите секундочку. Давайте так. Нет, нет. Давайте... Интерпретировать можно все, что угодно. Поэтому, 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 есть свобода выбора у всех. Была свобода выбора у Эйнштейна, была свобода выбора у Карла Маркса, была свобода выбора у всех до единого. Была свобода выбора. И они выбирали двигаться так, как выбирали. Закройте. Хорошо. И вот, значит, каждый выбирает делать то, что выбирает. И еще раз говорю, что есть как бы исходная предпосылка, что Бог дал Тору ибрейскому народу и заключил клятву с поколением, которое вышло из Едипта, что вы народ священников, и вы будете служить Богу, и будете заниматься только этим. Это исходная предпосылка. Когда евреи этим занимаются, то тогда у них есть... Бог обещал, что будет защищать, будет охранять, и все материальные и другие потребности будут удовлетворены. Значит, все время мы видим, что евреи этого не делают, и видим результаты. Что было бы, если бы это делали, мы не можем, но мы не знаем. То есть мы видим, что Эйнштейн, он занимался тем, чем занимался, и есть атомная бомба, есть Харасима Нагасайте, и есть сейчас возможность уничтожить мир. Это мы видим. А что было бы, если бы Эйнштейн был раввином, священником, который бы призывал людей, придумывал, как людей вернуть к Богу, и чтобы не было зла, мы не знаем. То есть пока мы знаем, что сейчас мир идет не туда. Это факт. То есть есть зло, есть очень много в мире плохого. Мы здесь сидим на бараховой бочке, и шансов, что это поколение пройдет без войны, практически нет. На сегодняшний день мир, он идет по пути зла, и очень большие страдания евреи страдают. Недавно была Шоа. Это мы видим, что тот путь, который еврейский народ выбирал, не служа Богу, он привел к этому. И все время перед Шоа 90% еврейского народа занимались не служением Богу, а бизнесом, деньгами, ну разными. Улучшение мира в сторону феминизма, улучшение мира в сторону психоанализа, улучшение мира в сторону каких-то психологических и интеллектуальных систем, и так далее. Все это улучшение мира мир не улучшило. Мир не улучшило, то есть было Шоа, было и сейчас мир находится перед уже, ну такой последней войной, такой катастрофой, когда все накапливают атомное оружие, атомное, химическое, бактериологическое, ну и так далее. И еще там последние попытки все это сдержать есть, но скоро будет и урана, и ну все. А это уже фанатики, которые, уже это настоящие фанатики. То есть, причем интересно, что если почитать в ютипедии, вот Хамени, да, я специально читал, тот основатель Ирана, да, который, он говорит, что мы армия Бога, то есть, они себя считают армией Бога, он не встречался ни с кем, ни с кем вообще, ни мусульманами, и не разговаривал. То есть, его была цель, или мы умрем, или мы сделаем мир религиозным. Это была его цель, объявленная, и им всю жизнь выполняемая. Интересно, что единственный раз, с кем он встречался, он встречался с Шеварнадзе. Он встречался с Шеварнадзе, да. А почему он встречался с Шеварнадзе? Когда была перестройка в Советском Союзе, он написал большое письмо Горбачеву. Прям приводятся тексты, что у вас сейчас есть шанс привести людей к Богу, к духовности. Ну, он вел к Богу, да. И у вас была, он говорит, у вас есть шанс сейчас мир перевернуть в сторону Бога. И давайте воспользуйтесь этим шансом, мы вам все, что надо, мы сделаем все, что надо, только давайте переведем мир к Богу. Ну, то есть, он призывал идти через Ислам к Богу. Горбачев через Шеварнадзе послал ему ответ. Он поэтому встретился с Шеварнадзе, ну, ждал, что же за ответ. Горбачев сказал, да, мы готовы с вами поддерживать торгово-экономические отношения. Ну, то есть, он перевел это все на язык такого вот материального, ну, понятный ему язык. После этого, да, Хамени, он тут перестал встречаться, ну, вообще, с кем бы это ни было. То есть, они сейчас, именно, надо понять их суть, просто открыть индипедию и почитать. Суть Ирана, как государства, их вот этого вот правительства, аятолы этих, это не деньги, им деньги не нужны. Им нужно, чтобы мир пришел к Богу, и они готовы для этого убивать, уничтожить весь мир, который не идет по их пути. Ну, то есть, это такие настоящие фанатики. Скоро у них будет атомная бомба. И что будет? У них будет атомная бомба. Или не будет атомной бомбы. Но мир уже подошел вот к этой последней черте, когда, как говорил Эйнштейн, он говорит, Третья мировая война будет... А, он говорит, я не знаю, чем будут воевать в Третью мировую войну. Я знаю, что в Четвертую будут воевать палками. Дубинами, да. Да, дубинами. Ну, то есть... Хорошо, давайте разберемся, что делать точно надо делать. То есть, путь, называется, книга Дерахашем, путь Бога. То есть, если человек еврей и хочет соблюдать заповеди, то здесь есть все, что для этого надо. Если человек не еврей и хочет идти к Богу, здесь тоже есть понимание, что, ну, как вся система работает. Но есть люди, начиная с Авраама-Авина, которые выбирали в этом мире идти к Богу. Просто такая вот прямая дорога. И мы как раз это изучаем, чтобы хотя бы знать, что есть такая дорога, есть путь Бога. Вы описали прекрасно все подходы, все за и против, ссылки с историей, на научных сниках. Подведите. Не могу я, нет резюме никакого. Это у каждого свобода выбора. Это ситуация, то есть, вы видите, что ситуация, которая на сегодняшний день сложилась и складывается в настоящий. Мы сейчас говорим про Исраэль, не про евреи, а про Исраэль. Он должен сидеть и читать Тору. Не читать, учить Тору, молиться, выполнять заповеди. Никак не реагируя на внешние обстоятельства. В... Да. В первые ряда не лезть. Не лезть, однозначно. А в какие ряда? Не в какие. Вот есть армия Бога, то есть молиться со всей силы, учиться со всей силы. Если бы люди просто молились Богу, что бы произошло тогда? Если бы люди... Раздавились в Израиле? Секундочку, секундочку. Ты берешь за сколько времени до этого? Ты берешь за час или за день? А если бы мы возьмем за год до этого, в предыдущий Йом-Кипур, если бы весь Израиль хорошо помолился в Йом-Кипур, и от Йом-Кипура начинается чистый отчет, и вот Израиль, вместо того, чтобы заниматься чем-то вообще непонятным, в течение года он бы по-настоящему молился, соблюдал заповеди, выполняли бы заповедь Вафта, Лереха, Камоха, «Люби ближнего, как себя», и вели бы действительно по Торе, то тогда не было бы войны с этого дня. Реально, ее бы просто не было. Ее бы не было. Все, тогда нет. А я думал, что тогда прилетели бы инопланетяне, и два... Нет, мы же обмениваемся версиями. Нет, нет. Мы же... Не, нет, нет. Я тебе просто хотел показать абсурдность разговора, что если ты говоришь, было бы так, я говорю, было бы так, было бы так. Поэтому все. Значит, давайте что делать? Вот тут это беспрогрешный вариант. Я говорю, что если человек идет в сторону Бога и полагается на Бога, и полностью вкладывается в божественное, то тогда это точно беспрогрешный. Это лучшая инвестиция. Времени, сил, и, значит, продолжаем. И он продолжает. Значит, вот он как раз и говорит здесь. Мы дошли до того, как служить Богу. Самый важный путь служения это изучение Торы. Изучение Торы это основа служения, потому что пока ты не знаешь, ты не можешь служить. То есть ты должен знать, как так все работает, что заповедь, что не заповедь. То есть эта Тора, она полностью тебе показывает путь, что делать. Дальше, как идти по этому пути. И первая вот он, тема, которую мы сейчас изучали в тот раз, это Криат Шма, чтение Шма Исраэль и благословение перед Шма. И почему он упомянул сразу после изучения Торы Шма Исраэль? Потому что Шма Исраэль это самая частая заповедь. То есть получается, что из заповедей Торы Шма Исраэль делается каждый день, два раза в день. То есть это самая частая форма служения. Из обязательных заповедей чтение утром и вечером Шма Исраэля это два раза в день обязательно и самая частая. Потому что остальные заповеди, вот такие повелевающие, они молитва каждый день, но по Торе достаточно один раз молиться. Остальное все, тфилин не каждый день одевается, в праздники не одевается. Цицит одевается, но время, цицит это только светлое время суток, ночью нет. И цицит ты обязан носить только, только если на тебе есть четырехугольная одежда, ну и так далее. Шма-Эстраэль это как бы главная, такая важная, очень мощная заповедь. И он говорит, что почему Шма-Эстраэль и как, давай просто такая сложная тема, что опять вернемся с того, что было в тот раз, чтобы сначала удерживать в голове. Что каждый день надо, две свечи, которые мы делаем каждый день. Это Криат-Шма, чтение Шма-Эстраэль и молитва. И были еще во времена храма, еще каждый день приносили постоянные жертвоприношения и дополнительные жертвоприношения. То есть были еще такие виды служения, которых сейчас нет. Теперь, кстати, сегодня я, ну как бы у меня появилась идея, смысл жертвоприношения, вообще непонятная вещь. Ну и жертвоприношения вообще такая, они названы хутим, это непонятные. То есть мы не можем понять, почему там эта корова, тут надо сжигать, тут надо ее там, чья сжигать, чья съедать, тут козу, тут то, тут это. То есть там целая-целая такая сложнейшая система. И мне не было понятно, ну вот почему. Единственное, у меня сегодня появилась идея, вот этот момент сжигания, когда живое превращается в прах. То есть вот этот момент, когда жизненная, ну есть как бы неживая природа, есть растения, есть животные, есть человек. Переход. Так вот, получается, что когда приносят жертву, жертву приносят животных чистых и, ну там есть жертва из муки, из муки хлеб есть, хлеба были, да, такие. Так получается, что переводится живое, переводится в прах, остается, когда сжигаешь, остается прах, это уже неживое. То есть вся жизненность, она поднимается через огонь, поднимается куда-то вверх. То есть вот и остается, что прах. То есть, ну вот какая-то такая вот тема с этими жертвоприношениями, что перевод жизненного в духовное составляющее, да, через огонь, то есть в нет. Вот была в нем жизненность, а сейчас осталось только прах. И также в человеке, то есть все наше здесь такое очень важное и такое сложное существование в итоге, оно все превратится в ничто, в прах. Человек из праха вышел, в прах возвратится. И вот вся наша жизнь, если вот человек там, он участвует, какие-то события, как-то все такое важное, а на самом деле, ну пройдет еще там год, два, три, вообще кто об этом вспомнит? А пройдет сто лет, вообще-то, ну как бы, все вот эти вот сложности, проблемы там, это все превратится в ничто, да. А поэтому, как бы, очень важно вырабатывать вот это вот духовное составляющее, то есть переводить свой материальный день в что-то такое вот духовное, вечное, заповеди, служение Богу, молитвы и так далее. То есть через вот эту работу, духовную работу, переводится, лично человека переводится на более высокий уровень развития. И это вечно. То есть, во всяком случае, те, кто соблюдают заповеди и верят в Бога, верят, что это так. Так, опять же, если вернуться к первой части, то, что это не важно, все, что сейчас происходит, ну по большому счету, в рамках истории, в рамках, мне очень напоминает то, что сейчас с Крымом происходит. Я когда-то в детстве читал «Королей капуста», как вот эти вот, был сбежавший президент с деньгами, банановой республики, «Королей капуста», вот, «Огенри», 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 вот это вот, но я не фильм, я помню книгу, вот, очень какая-то, как этот был, который сбежал со всей кассы с чемоданами, они за ним гнались, и эти вот были войска этой банановой республики, когда этот корабль захватили. Также вот это Крым, банановая республика, сейчас вот они, ну, кто руководители Крыма, там они что-то там пыжатся, кричат, что мы там это, и народ в это все включается, ведется, это все цирк, который, ну, настоящий цирк. Ну, картинка для телевизора. А вот, давайте вернемся к вечному, давайте вернемся к вечному. Значит, есть Шма, Шма и Сраэль, и вот Бог Глагославен, он, он так все устроил, что есть духовная жизнь, есть материальная жизнь, и он установил все по какой-то сложной очень системе взаимодействий, и дал он, вообще все идет сверху, как бы, из духовных уровней. Но, говорит, все, что происходит внизу, есть у этого духовная какая-то причина. Мы уже это изучали. Но Бог, он является единственной причиной и корнем для всего. Он единственная причина, первая причина, единственный корень. И это, понятно, он говорит с двух сторон. Это понятно, что он дает всему реальность, это мы в тот раз разбирали. Он, как бы, установил вот эту вот реальность, эту систему, и он эту реальность запускает, то есть он дает энергию, чтобы вся эта штука двигалась. Есть реальность и есть сила его движения. Если мы говорим о реальности, мы об этом говорили в первой части, как вся реальность работает. Как весь этот Мэциют, как вся эта реальность, она привязана к Богу и как она от Него, ну, от Него происходит. То есть он это все, как он это все сотворил, мы изучали в первой части. А его реальность, его лично самого реальность, она отличается от всей остальной реальности, которую он сотворил, потому что все, что он сотворил, он является этому причиной, а ему самому причины нет. То есть он первопричина всего, и у него нет причины, поэтому он Бог. То есть в этом отличие его реальности от всей реальности сотворенной. Вся сотворенная реальность, если мы посмотрим на любой аспект, у него есть причина, у него есть причина, у него есть причина, у него есть причина, оба мы доходим до Бога, а у него нет причины. Почему? Он Бог, он начало всех начал, он все это сотворил, поэтому его сущность отличается от всего сотворенного. Теперь, это мы изучили, но у всей остальной реальности нет у нее самостоятельной реальности, а только со стороны Бога, который хотел, чтобы они появились, чтобы она появилась, эта реальность, и он ее поддерживает по своему желанию. То есть, почему эти электроны летают, как летают, почему эти молекулы держатся, он так и установил, держатся, почему эти хромосомы там не мешаются, почему они, вот все работает очень сложно, и как часы. И сказать, что это все возникло как эволюция, ну достаточно сложно, то есть, почему она сейчас не эволюционирует, почему, ну то есть, это система, которая была создана и запрограммирована до совершенно уникальных нюансов, нюансов, потому что есть, ну я сейчас не буду вдаваться в эту тему, но есть конкретно доказательства, что есть виды, которые вообще не нужны, и которые, почему они выжили, почему есть скаты электрические, скаты неэлектрические, то есть, почему есть, зачем нужны скаты электрические и неэлектрические, если выживали неэлектрические, зачем нужны электрические. Представляете, рыба, которая током шарашит. И есть такой же скат, но не электричество. Зачем нужно, если сказать, что это эволюция, зачем нужно электричество и неэлектричество? Мы еще не знаем, может быть через 10 лет. Теперь, значит, теперь, а что такое по его действиям? Есть бог-аспект реальности, есть бог-аспект действия. Но он говорит, что несмотря на то, что мы смотрим и нам кажется, что у сотворенных вещей есть какая-то сила влиять, на самом деле, что вся сила, которая у них есть, это только то, что им дал бог творец мира, благословен он. И на самом деле есть единственный в мире властитель, который над всем властвует, это он. А то, что они действуют, это он говорит только потому, что он дает им силу действовать. И он господин над всеми действиями, и он может в любой момент добавить или убрать, как он хочет. То есть есть он, который все задействует, все включается. Эта система работает по его воле. И даже если сейчас идет вот этот весь движняк, то он идет только по одной причине, чтобы мы еще раз увидели, что он властвует. И вот прямо он для этого весь этот цирк устраивает, чтобы люди поняли, что бог управляет миром, что нельзя полагаться ни на что, кроме него. И вот все, кто полагались на что-то, кроме бога, они в этот момент проигрывают. Почему? Потому что когда меняется ситуация, оказывается, что те, кто казались, вот они прям были властители такие, прямо вот. Я лично сам, например, да, думал, что все, значит, вот, ну нет вариантов на Украине смены власти. Вот до всех этих событий. Вот реально. То есть я смотрел на это все и думал, ну кто? Ну вот кто их сдвинет? Ну непонятно. И тут вдруг, как глиняный колос, в один момент. И это, как глиняный колос, и сказать, что это мы, это все, это настолько неправильно, потому что могла ситуация быть вот просто три танка, и не было бы Майдана. Мне сказали на днях шутку, в чем разница между Януковичем и Богом? Янукович считал себя Богом, а Бог не считался Януковичем. Значит, ну мы видим, что в один момент ситуация вот так вот. И это все, чтобы понять, что не полагайтесь на человека. Прямо в псалмах царь Давид говорил, В этот момент, Авду, в этот момент потеряются все, кто на него опирались. То есть вот он падает, и все, кто на него опирались, на него же много опирались, и считали, класс, у меня типа крыша есть. То есть какая-то крыша, где эта вся крыша, нет крыши. То есть все, кто на него опирались, они все упали. И так происходит с любым, кто полагается на человека, раньше, позже. Поэтому, значит, вот тут об этом написано, что все только от Бога. И все, и он говорит, если глубже копнуть, то высшая мудрость, так она все установила, для того, чтобы исправить мироздание, как мы уже говорили. То есть вся вот эта вот, вся вот эта вот, такой многосерийный сериал, для того, чтобы мироздание исправилось. И есть очень много сейчас аспектов, в которых есть зло. И зло это, оно прямо раскручивается и крутится в мире. Значит, почему? Потому что выбирают люди зло, и выбирают люди грешить. И, а бывает, вторая причина, то есть есть зло, потому что люди выбирают зло, а бывает, что зло приходит для того, чтобы наказать тех, кто выбрали зло. То есть есть гзера с неба, постановление с неба. То есть бывает, что человек сам выбирает сделать зло, а бывает, что он делал, делал зло, а потом с неба на него цунами там, или какое-то несчастье. И оно валит не только его, а валит и всех вокруг него, потому что они не остановили. Откуда мы это учим? что даже, вот, было с дома Амора, города с дома Амора, когда не было там праведников, не было там никого, и всех, значит, бах, и уничтожили. Еще мы это учим из Шхема, город Шхем, когда сын властителя города изнасиловал девушку Дину, и пришли потом Шимон и Леви, и всех вырезали. Спрашивали, на каком основании они всех вырезали, потому что все на это посмотрели и ничего не сказали. Ну, то есть, они поддержали этот поступок. И есть коллективная ответственность, город, страна, ну и так далее. То есть, написано, что зло в мир приходит или по выбору людей, или потом как с неба постановление, которое приходит, чтобы их наказать. Но как же быть с тем, что, допустим, что вы должны учить Тору? Так, евреи должны учить Тору, все это как аксиома. А он говорит, вот тут другой вопрос возникает, он говорит, может показаться, на первый взгляд, что это против воли Бога. Ведь он же хотел только добро, и он мир этот сделал, чтобы было добро, и он хочет только делать добро, и его желание давать добро. Так вот, говорит Рамхаль, что, да, он дальше усиливает вопрос. И он говорит, что ведь власть Всевышнего, она обесценивается, когда властвуют злодеи, когда зло растет и усиливается, и когда люди портятся. Как же Всевышний, как же он это допускает? Вот это главный вопрос. Так он говорит, ну, однако, он говорит, нам известно о путях Всевышнего и глубина, ну, вот, наших познаний, его путей. Он говорит, известно. Это, говорит, все какие-то очень глубинные процессы, которые говорят, что для Бога, значит, для Бога тысяча лет как день. Тысяча лет как день, который, да, пролетает. И, значит, тысяча лет, если на эту тему шутка, что один молится, говорит, Бог, ну, просит деньги, говорит, дай, пожалуйста, мне там миллион долларов. Ну, что для тебя этот миллион долларов вообще, ну, ничего, ну, три копии, ну, вообще, весь мир твой, дай мне миллион долларов. Молится, молится, просит. И, значит, и получает ответ, что Бог завтра ответит. Ну, а завтра для Бога это тысяча лет. То есть, он через тысячу лет может ответить на эту молитву, уже он придет там в другом каком-то измерении, ну, и так далее. То есть, Бог есть, ну, как бы глобальные какие-то глубокие процессы, которые, которые, ну, они находятся абсолютно за кадром. Мы вообще не знаем, как бы, ну, вот, человек видит только какую-то узкую-узкую часть мироздания. Это есть притча такая, Магит Медубна. Он рассказывал, как один крестьянин приехал в город, и он, значит, идет по улице, ну, рассматривает, так удивляется, удивляется. И говорит, проходит мимо витрины какой-то, смотрит, мужик с ножницами ткань режет. Он вбегает, говорит, ты что ж вообще злодей такой, портишь ткань. Он говорит, ты что, говорит, вообще ненормально, с деревни приехал. Я, говорит, портной, я шью так. То есть, я вначале режу, потом сшиваю. А он не знал, то есть, он смотрит, тот режет, он думает, что все портится. Потом он дальше идет, смотрит кинотеатр. Он заходит, в зале темно, и начинает фильм, включается. А он думает, у меня же фонарик есть, сейчас я фонариком посвящу, еще лучше видно будет. Достает фонарик, а оно ему ничего не видно. То есть, он не понимает, как вся эта система работает. Также человек, который смотрит на мир, судит о мире, то мы не видим всей его глубины. И он говорит, что когда есть временное вот такое вот усиление зла, он говорит, что есть для этого какие-то глубинные процессы, глубинные причины. Но он говорит, точно мы знаем одно, что все, что происходит, абсолютно все, все это идет к точке полного исправления и совершенства сотворенного мира. И в этой точке все оно сойдется, будет такой вот как развязка в этой точке. Мы уже об этом говорили в первой части книги. И получается, что Кадож Баракул, Бог, он управляет всем именно по правильному, справедливому, истинному пути. И его вот эта вот идея, да, добро, ради которой он создавал мир, она в любом случае, она исполнится. И мир придет к совершенству, как мы уже говорили. Но, говорит, по вот этой вот структуре этого всего мироздания, должны вещи происходить именно так, как они происходят. И тот, кто понимает, он понимает. То есть тот, у кого есть знание хохма вот этой вот всей системы, как оно работает, он поймет в этом временном. Вот я, например, точно понимаю, что вот когда там, например, ну, властвуют злодеи, что это временно. То есть я это реально понимал всегда. И вот мне много раз задавали вопрос, вот посмотри, там, вот так, вот ему прет как, да, там. Ну, какому я не буду назвать фамилию, но вот именно из последних вот этих вот руководителей, да. Я говорю, давай, подождите, вот реально подождите. То есть нельзя говорить, смотреть одномоментно ему, сколько ему прет, год ему прет, два ему прет, три ему прет. Во-первых, посмотрите на его прошлое, например, когда человек отсидел в тюрьме с 10 лет, ему очень было там тяжело, в любом случае, как бы он ни сидел, но ему было там очень тяжело. Посмотрите на прошлое, когда вы смотрите на сегодняшний взлет и говорите, вот он злодеем увезет, вы посмотрите все в ретроспективе. Посмотрите на прошлое, посмотрите на сейчас, посмотрите на будущее. Давайте подождем, чтобы увидеть всю серию. И тогда мы можем померить и посмотрите чуть-чуть в сторону. Например, я знаю одного очень успешный, богатый человека, который успешный, богатый в одной сфере. Но когда мне говорят, а вот смотрите, вот он там, например, ну вообще такой негодяй, а ему прет. Я говорю, посмотрите чуть вбок, в сторону. Он три раза разведенный, у него брат сидит за убийство, пожизненное заключение. Посмотрите чуть вот, ну картинку расширьте. То есть то, что у него там много денег сейчас, это не значит, что он успешный, счастливый человек. Да, ему в какой-то сфере может переть. Но давайте расширим картинку, давайте посмотрим чуть в прошлое, чуть в будущее. И чуть-чуть вот даже в настоящее, но не только в сферу денег и в сферу там Мерседесов и в сферу, ну каких-то внешних символов успешности. И вот это вот то, что он говорит, что если даже нам кажется, что что-то несправедливо, все справедливо, все придет к совершенству. И бог, он действительно сделал все для добра. Просто иногда для того, чтобы получить здоровье, нужна операция, иногда нужна горькая таблетка. И мир, как бы он идет по вот этому вот процессу, иногда попадая в тяжелые ситуации. И говорит, когда это все придет, давайте посмотрим, когда это все придет. Он говорит, и нам известно точно, он говорит, что в конце всех вот этих вот делгулим, всех этих вот возвращений, что будет благословенное имя его едино, и он един, и все поймут, что он причина всех причин. И тогда это все придет к истинной своей цели, что он единственное добро. И сейчас, то есть проявится его единство, и все это осознают, поймут, весь мир поймет, что есть только бог. То есть откроется, в конце будет этот хэппи-энд. А теперь, значит, вот так вот оно все, и все поймут, все мироздание это поймет. Вот, и что дальше, и что дальше напоследок, что исчезнет все зло. Так, сейчас, сейчас, так, 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 вот тут есть такая фраза. Он говорит, и будет всему миру известно, что бог один, он един, и он его имя единое. То есть откроется единство всего, то есть спадут вот эти внешние покровы, и все увидят, как оно все обстоит на самом деле. И все. Вы привели пример шхемы, да, по поводу того, что они, главная их вина в том, что они не были против, да, поступка целя. Они расчетлились в СНО, потому что они не были против. Просто вопрос, не про нас, но скажем. Сейчас есть какой-то конфликт, да, и если мы, допустим, не участвуем, то мы, получается, то самое, либо с одной, с другой, можно расценить, как согласие, что есть. Опять же, что считает участие? Моли, давай, вот смотри, прямо заканчивается урок, и начинай молиться. Можешь взять пост на себя, молиться, просить мира, просить наказать злодеев, просить открыть глаза Евросоюзу и ООН. Можешь просить, чтобы был там, я не знаю, мир в семье у Барака Обамы, ну, например, образно. Нет, просто чтобы не было таких вопросов, нужно на самом деле попросить АЦЕКО объяснить, почему Мартахай крыл себя таким вызывающим образом. Да, 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 о, о, вот это вот то, что я в конце сказал, да, то есть я нашел ответ на этот вопрос, задают вопрос, как же Мартахай мог себя вести не так, как Авраам Авину, чтобы уйти из этой страны и полностью подключиться к Богу. Так, ответ был такой, что действительно есть, Мартахай, он был из рода Беньямина. В роде Беньямина был храм, стоял, да, именно там, где колено, в уделе Беньямина, да, в уделе Беньямина, в Иерусалиме. И Беньямина, это был единственный, кто находился в животе у матери тогда, у Рахели, когда, когда поклонились все, все поклонились Исаву. Единственное, кто не поклонился, получилось, был Беньямин. Он был в животе у Рахели тогда, когда пришли, Яков с сыновьями пришли, Исав хотел его убить. И это такой внутренний конфликт, вот, взаимоотношения между Исраэлем и народами, да, народами мира. Исав это родоначальник европейских народов. И тогда все поклонились. То есть, Яков, когда на него шел Исав, он что сделал? Он молился Богу, он слал подарки, и он подготовился к войне. Когда подействовала молитва, ему не пришлось воеваться Исавом, то есть, он слал очень много подарков, и Исав по пути, он, ну, как бы, он понял, что Яков ничего с ним, ну, не собирается с ним воевать. В общем, он как-то расслабился, Исав, и принял все его подарки. Потом, естественно, Яков молился, просил Бога, чтобы Бог помог. И третья вещь, он был готов к войне. То есть, если бы уже дошло до крайности, он бы воевал, но он не хотел воевать. И когда Исав обнял его, поцеловал, то пошли, значит, а, когда приблизился Исав, Яков вышел, ему поклонился, говорит, брат мой Исав, поклонился, и поклонились все его жены, и все его дети поклонились Исаву. Единственное, кто, получилось, не поклонился, это был Беньомин, который был в тот момент в животе, она была беременна в животе у Рахели. И от Беньомина, когда потом Яков благословлял каждое колено, он благословлял, ну, благословение, которое полагалось этому колену, то он сказал, что именно в колене Беньомина будет божественное присутствие, ну, будет храм. Теперь Мардыхай был из колена Беньомина раз, и он говорил, что я не могу перед злодеем преклониться, к тому же он был идол-поклонник. Но, опять же, это не объясняет, когда говорят, что у него там идолы были, поэтому он не кланялся, то есть, поэтому он не мог поклониться. Но он специально шел к нему, то есть, это тоже не объясняет, что у него идолы были. Он мог уйти в сторону, и у него нет этой проблемы, да, никакого. Он не обязан был ему на пути встречаться. Он именно шел специально на него, на этого Амана, потому что, первое, что он был из колена Беньомина, и его была функция, это, ну, нести вот этот свет. Второе, он был полный цадик, то есть, он был совершенно чистый праведник, который был без греха. Он был такой вот религиозный фанатик, который был абсолютно, ну, уверен в том, что у него нет греха, и он знал, что за него Бог впишется, то есть, реально впишется. Но получилось, его за это ругали, то есть, за тебя Бог впишется, а его в то время все медроши говорят, но еврейский народ-то не был такой чистый. И получилось, что Аман, когда на него Мардыхай наезжал, он не стал на Мардыхай нападать, он говорит, я уничтожу весь народ, да. И получилось, что, но он подставил весь народ. Это как бы внешнее. Зачем мы читаем Медилат-Эстер? Интересно, что, когда Талмуд говорит, зачем читать Медилат-Эстер, чтобы показать, что было, что думали те люди, которые участвовали в ситуации, и что из этого вышло. То есть, Медилат-Эстер, оно показывает нам несколько слоев. То есть, есть внешние события, есть люди, которые в них участвовали, и нам известно, что каждый из них думал, и что получилось. И получалось, ну, то есть, это такая, как срез реальности, то есть, это пророчество Медилат-Эстер, срез реальности, когда мы понимаем, как вообще рулится мир. И вот, значит, Мордыхай, он был против Амана. Аман сразу сделал к зиру на весь, ну, постановление на весь ивресте народ. Но это же не Аман сделал, это Бог сделал. Мы на том занятии разбирали, когда спрашивали ученики Рабишимана Бар-Юхая, почему было это постановление уничтожить. Он сказал за то, что до этого 70 лет поклонились идолу на вухадны цара. Тогда ученики спросили, если поклонились идолу, тогда другой вопрос, почему не уничтожил? Потому что за идолопоклонство положено уничтожение. Тогда сказал Рабишиман Бар-Юхай, что они поклонились, но не по-настоящему. В сердце они остались преданные Богу, они внешне поклонились. То есть, тогда Бог сделал с ними то же самое. Он внешне сделал это постановление. То есть, они жили год под страхом уничтожения, но через год в последний момент произошло, то есть, они не были уничтожены. То есть, все идет мера за меру. Это как бы был один процесс, почему это произошло. Теперь Мордыхай, у него был свой процесс с Аманом, с Богом. То есть, он был на своей волне. Каждый участник ситуации был на своей волне. У каждого были свои какие-то, ну, свое кино. Каждый жил в своем кино. Аман видел в этой всей ситуации свое максимальное поднятие. И в момент, когда он максимально поднялся, то есть, он вообще был, ну, на, на, вообще был, там, фаворит царя. И он, значит, приходит, он уже виселицу сделал для Мордыхая. Сделал виселицу, всю ночь сам ее сооружал. И приходит утром, и к царю прямо ждет, что же будет. А в это время была интересная история. Кстати, я сейчас расскажу на счет разных взглядов. Тут есть один такой интересный маленький аспект. Значит, Мордыхай, он был один из самых выдающихся евреевских мудрецов. И он знал 70 языков. Он знал языки всех народов мира на то время. То есть, на то время самые выдающиеся мудрецы, Санедрия, они должны были знать все языки. Значит, Мордыхай, когда он ждал возле дворца, он услышал, как два стражника. Два стражника, они были какие-то там, тунгусы, ну, какой-то там, одна из этих редких народностей. Они между собой устраивают заговор, чтобы убить царя. И Мордыхай, он понял, о чем они говорили. И он сказал Эстер. Эстер сказал о царю. Заговоры раскрыли, их повесили, казнили. И потом царь, вот в эту ночь, когда Аман делал виселицу, царю не спалось. И он говорит, принесите мне книгу летописи, ну, вообще царских указов. Начал смотреть. И он читает, что вот Мордыхай доложил, что два тунгуса хотят его убить. И, значит, раскрыли заговор, действительно хотели убить. Он говорит, а что, как наградили Мордыхая? Ему говорят, никак не наградили. Он говорит, как никак не наградили. А ну, что за дело, человек меня спас. Да, нет, человек меня спас, как не наградили, говорит. А ну, быстро, кто есть из придворных во дворце? Значит, посмотрели. А Аман в это время стоит под дворцом, ждет, когда уже царю будет приемные часы, для того, чтобы попросить, чтобы казнить Мордыхая. Он уже виселицу построил. И он забегает. Это было его самое такое вот поднятие. И тут, значит, он виселицу построил, забегает. Царь ему говорит, скажи, говорит, что надо сделать человеку, которому царь хочет оказать почет? Что надо сделать? И Аман, думая, что это ему еще одно какой-то орден сейчас повесят, он говорит, ну, что надо сделать? Надо его посадить на царского коня, одеть царскую одежду. И, значит, катать по городу и говорить, вот как царь хочет сделать почет тому, кому хочет сделать почет. Думаю, ну, сейчас вообще все увидят, что я уже почти как царь. То есть, вот это вот желание власти, которое прямо, ну, и двигает этих людей. Царь говорит, ну, хорошее решение. А он, царь, был такой вот, как Ельцин. Он сам ничего не хотел выдумывать. Даже здесь видно его суть, что он был, ну, он спрашивал совета все время. И он говорит, хорошо, значит, ты будешь исполнителем, а награждать мы будем Мардыхая. Тот говорит, кого? Ну, он Мардыхая, что ты говоришь, наглок, что ли, да. И он, значит, такой аман, а ничего он возразить не может, потому что царю нельзя возражать, он все время на измене. Он все время на измене, он все время как бы, ну, ловит вот эти вот флюиды, что если кто-то против него восстает, то, значит, он, ну, не возразишь ему, он идет к Мардыхая. И, значит, вынужден его на царские одежды, на коня посадить и возить по городу и кричать, вот так делает царь тому, кому хочет оказать почет. И вот с этого момента началось его падение, то есть оно было очень стремительным и быстрым, вот именно как мы наблюдали здесь, вот, прямо буквально дни. А тут было все в течение одного дня. И после этого было интересно, там тоже внутренняя суть, вот, Талмуд рассказывает, там было как дальше. Эстер, которая до этого на конкурсе красоты собирали самых красивых девушек этой империи, ее захватили тоже. И получилось, что царь в нее именно влюбился. И она стала царицей. И вот она живет во дворце, и она была племянницей Мардыхая. И она все время его спрашивает, говорит, что дальше делать. Он говорит, что дальше делать. Бог подскажет, что дальше делать, говорит, не знаю, что делать. В общем, она там жила во дворце. И тут момент, когда уже было постановление на Ивресте народ уничтожить, Мардыхая ее вызывает. Говорит, иди к царю, говорит, что может быть, вот для этого момента, как раз, вот ради этого ты и попала во дворец, чтобы спасти Ивресте народ. Она говорит, так, у меня Бог не вызывал, царь меня не вызывал уже, там, 30 дней к себе. А у него было так, что если заходишь во дворец, у него был внутренний двор. Если кто-то заходил во внутренний двор, был приказ этого человека уничтожить. То есть, если он заходил не по приглашению, то есть, там была такая система охраны. То есть, если кто-то попадал во внутренний двор без приглашения, то его сразу нужно было на месте уничтожать. И она говорит, если я зайду, я же без приглашения, он же меня не звал. Мурдыха говорит, а что ты думаешь, если, говорит, всех евреев уничтожат, так ты останешься? То есть, нет, говорит, евреев Бог спасет по-любому, а вот ты, говорит, что с тобой будет, непонятно. Да, да. В общем, она, говорит, все, попастилась, помолилась и пошла. И вот она заходит, как раз, а он, у него сна не было, он в бессоннице, он видит, она заходит. И он должен был показать, единственный способ спасти такого человека был на него указать своим жезлом. Он показывает на его жезлом, значит, ее охрану не убивают. И он ей говорит, скажи, что ты хочешь, проси, что ты хочешь. Она до этого к нему никогда не приходила, всегда ее приводили. То есть, ну, там есть тоже в этом нюансы. Значит, тут она первая пришла сама. Он говорит, скажи, что ты хочешь. Она говорит, хочу я, говорит, тебя и Амана пригласить на пир к себе. Он говорит, что вот так. Она говорит, да, тебя и Амана. Значит, приходят они на пир, сидят, пьют, там, это самое. И как раз вот после первого пира, после первого пира, он уже тогда пошел виселицу строить. То есть, он понял, что он на вершине власти. И что, ну, вообще, его даже царица пригласила вместе с царем на пир. Он построил эту виселицу. И вот потом, значит, а, и в конце этого пира был еще один нюанс. Он царе говорит, скажи, что ты хочешь. Она говорит, хочу, чтобы вы и завтра пришли вдвоем. Он говорит, ну, вообще непонятно. Она говорит, да, вот такое у меня желание, обещал сделать. Он говорит Аману, хорошо, значит, завтра тоже идем на пир. И он не понимает, что, зачем. И вот как раз, когда Мурдыхай возил Амана на коне. Аман возил Мурдыхая на коне по городу. Это было вот между. Вечером был пир, днем он его повозил по городу. Потом он вернулся домой. И когда он еще возил его по городу, то дочка его перепутала и вылила на него помои. Она думала, что это, она перепутала Мурдыхая с Аманом. В общем, у него еще тут начинаются полные неприятности. Он перебегает домой, и его жена, ему говорит, его там приближенные тоже, советники. Они говорят, если ты начал перед ними падать, переди время, то уже все, капец, то есть уже пошло. И, значит, он приходит на второй пир. И она с ним сидит, и дальше почитайте Медилат Эстер. Почитайте Медилат Эстер, чтобы вам было интересно. Это мы на этом остановимся. Но интересно, что Талмуд спрашивает, почему, зачем она его приглашала. Зачем, какой был ход ее мысли. Интересен, да. То есть она как бы хотела, ну, то есть она должна была спасти. Но почему она приглашала на пир, на один, на второй, и дается 9 разных вариантов ответа. В Талмуде, что она конкретно, почему именно, какой ее был расчет, почему она на один пир пригласила, а потом на второй. И в итоге Талмуд говорит, что она все это предусмотрела. То есть у нее были все эти 9 вариантов, чтобы понимать, насколько женщины хитрые. И вот сегодня как раз некоторые поздравляют женщин, а в принципе их нечего поздравлять. Потому что, ну, в общем, все от них, все от них в этом мире. Вот если бы первая хава, она не сделала, а то же сделала, то вообще было бы все хорошо. Что, что? Почему Мордыхай мог это сделать? Потому что Мордыхай был цадик, он был праведник, стопроцентный праведник, и он мог это делать. А если человек не стопроцентный праведник, то самое лучшее, что он может сделать для исправления ситуации в мире, это сам стать праведником и свое ближнее окружение своей праведностью накрыть и прикрыть. А злодеи между собой сами всегда разберутся, друг друга уничтожат. А? 9 вариантов. Нет, это все надо учить специально для этого Тора, надо учить Тора, Талмуд и все. Я чего и все только хотела. Давайте... Соборуха просто. Но что нужно делать в Пурим? Как раз на следующей неделе воскресенье Пурим. Значит, в Пурим нужно вечером в субботу, вот как через ровно неделю, нужно слушать медилат эстер в синагодии. А всю неделю нужно изучать медилат эстер, можно зайти в интернет с комментариями. Есть очень... Вот все, что я рассказывал, есть очень много медилат эстер, то есть, чтобы прийти в синагогу подготовленным, чтобы, слушая свиток эстер, понимать, о чем идет речь. Для этого можно в течение недели, каждый день занимаясь там по полчаса, изучить медилат эстер, это изучение Торы, заповедь в чистом виде. Значит, изучить медилат эстер. Вечером заповедь слушать в синагодии чтение медилат эстер. Утром заповедь второй раз слушать чтение этого свитка эстер в синагодии. после этого есть заповедь называется матануть леви ним давать подарки бедным то есть надо бедным помогать нужно найти минимум двух бедным дать им деньги сколько денег чтобы им хватило на один раз покушать это минимальная сумма ну например сейчас покушать его можно там за 20-30 гривен где-то да то это надо значит двум бедным дать как минимум по 30 гривен чтобы они могли купить себе еду можно матануть леви ним и мешок монот из то есть нужно ближним своим посылать какую-то вкусную еду тоже два вида еды одному ближнему нужно поставить два вида еды чтобы он мог сразу покушать поэтому принято посылаю там но там яблочком например шоколадка вина бутылка и бутерброд ну то чтобы было два вида еды это ближнему а бедным нужно двум бедным дать чтобы они могли купить себе еду лучше деньгами это заповеди которые куримский и 3 заповедь куримская это это трапеза то есть праздничная трапеза в которой вспоминается вся эта история обсуждается и есть странный такой вот тоже как обычай в именно в эту трапе трапезу напиваться так чтобы перестать различать между проклят аман и благословен мордыхай то есть это очень ну там такое постановление то есть нужно трапеза здесь есть на годе это трапеза такая общественная все напиваются очень интересно смотреть на пьяных игре то есть это день когда те кто не пьют целый год они напиваются в стельку вообще и причем почему-то эту заповедь больше всего любят соблюдать есть такие не очень они устражаются но курим как же в это устражаются чтобы уже знаешь не ошибиться да вот и а таким образом можно улучшить и свою ситуацию и ситуацию мира если сделать вот эту неделю вот эти вот заповеди связанные с куримом связанные с и сейчас месяца дар увеличиваем радости каждый день нужно быть веселым радостным и сосредотачиваться на служении богу то есть есть чем заниматься однозначно